МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Успех каждого ребенка нацпроекта образования. В рамках проекта специалисты создали онлайн-платформу, которая сразу стала бить рекорды. Только за 3,5 месяца с момента запуска ее посетили более миллиона уникальных пользователей, а материалы в различном доступе посмотрели почти 5 миллионов раз. К концу 2021 года все регионы России уже подключились к проекту «Билет в будущее», а на платформе зарегистрировались больше 600 тысяч учеников 6-11 классов. Также в системе провели почти 1,5 миллиона профориентационных онлайн-диагностик школьников, и около 450 тысяч учеников страны прошли все этапы тестирования. Вот такая всероссийская статистика. Что касается Ставропольского края, школьники региона тоже активно включились в работу по поиску, а точнее по получению «Билета в будущее». О том, как реализуется проект на территории Ставрополя в 2022 году узнаем у Виктории Юрьевны Светличной, простите, пожалуйста, организатора экскурсии и мероприятий музейно-выставочного комплекса «Моя страна, моя история» и Морозовой Ольги Николаевны, начальника отдела воспитательной работы и дополнительного образования детей Министерства образования Ставропольского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать с важной и нужной темой, потому что, мне кажется, молодые люди, вот эти шестиклассники, одиннадцатиклассники, вот как раз тот самый период, когда в детях возрождается любовь к определенному виду, профессии, работы, они начинают что-то осваивать, понимать, и, конечно же, в это время нужно очень активно включиться в их обучение. Расскажите подробнее, я уже вот так всероссийскую статистику рассказала о проекте «Билет в будущее». Вот с 2019 года он стартовал, включились все регионы России, в том числе и Ставропольский край. Подробнее о том, как реализуется проект в Ставропольском крае, вот начиная с тех самых исторических времен. Вы правильно сказали, что название проекта говорит само за себя. Название федерального и регионального одновременного проекта «Успех каждого ребенка» тоже говорит само за себя. И вот в рамках этого федерального и регионального нашего проекта «Успех каждого ребенка» большое внимание уделяется профориентационной работе в принципе и раннему самоопределению детей. И вот проект «Билет в будущее» он как бы одна из таких вот важных, больших ступеней. Кроме этого, естественно, есть еще уроки будущего, есть еще онлайн-уроки проектории. То есть работа проводится большая в этом плане. Целевую аудиторию проекта вы назвали. Это школьники 6-11 классов. Туда включены очень активно дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Туда же включены родители. Для них тоже найдется чем заняться на платформе проекта. Педагоги, представители среднего профессионального образования и высшего образования. И, естественно, региональные бизнес-структуры и предприятия реального сектора экономики. Содержание проекта предполагает классификацию по трем возрастам. Там спецификацию возрастные группы 6-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы. И все виды активности в рамках проекта, а у проекта мощное методическое организационное обеспечение, там очень разработан такой материал, который, в общем, позволяет педагогу отдаваться творчеству, не тратя время на подборку каких-то тех или иных активностей. Предполагается, готовый видеоконтент, масса статей, профориентационные онлайн-уроки разработанные, методы диагностики уже прописаны, мероприятия профессионального выбора. Вы можете оттуда выбирать все, что вам нравится. И все эти мероприятия разработаны с учетом возрастных особенностей вот этих трех возрастных групп, которые я назвала. Проект реализуется, вы сказали, в исполнении федерального проекта «Успех каждого ребенка». Организатор проекта на сегодняшний день является Фонд гуманитарных проектов с 2021 года. Он был создан в 2013 году, и его миссия, миссия его основная была по распространению культурных и исторических знаний в России. И в рамках этого фонда у нас в крае в эту работу включились в прошлом году два исторических парка, два музея «Моя история» в городе Пятигорске и в городе Ставрополь. Вот у нас представители одного из них, до головного музея, сегодня находится здесь. Виктория, будешь добавлять что-нибудь? Виктория, насколько я знаю, в принципе, по всей России музеи «Моя история» курируют проект. Да, это действительно так. У нас вот 25 октября в Ставрополе, в Пятигорске запускается выставка, она называется «Выставка-практикум. Лаборатория будущего». Что представляет собой эта выставка? На целые 23 зала школьники попадают в такую, скажем, погружаются в разную среду, потому что это технологичная выставка. На самом деле их встречает робот-помощник определенный. Он говорит, он с ними здоровается, приветствует и говорит, что они попали в город будущего, в город профессий. И, соответственно, залы распределены согласно средам проекта. А сред в проекте 9. В этом году добавилась 9-я аграрная среда. Как нам кажется, к нашему краю она как нельзя лучше подходит. И что делают школьники? Они разбиваются на определенные группы и проходят тестирование, тем самым собирают определенные бинаты, их так называют. А дальше они, тач-стол, это форма активности у нас в историческом парке, они эти бинаты накапливают и получают террабинат. Соответственно, этот террабинат они по итогу обменивают на ту профессию, которую они получили по итогу диагностики. На самом деле это все глобальная диагностика, которая позволяет пройти не только тесты, а узнать и новые профессии, профессии будущего. И тем самым по итогу школьники попадают в итоговый зал. До этого они также проходят еще профпробу у нас на базе комплекса. Профроба посвящена предпринимательству. После чего они попадают в зал как итог. Они вводят эти бинаты полученные, террабинаты, точнее, полученные. Схема очень интересная на самом деле. И на экране робот-помощник им объявляет, как город какой из профессий они попадают. То есть это может быть город креативной среды, это значит те, кто погружает себя в сферу искусства, культуры, живописи, СМИ. Может быть, это аграрная среда, может быть, это здоровая среда, где медицина, фармакология. И тем самым после прохождения этой диагностики, этой выставки школьники уходят с набором профессий, которые, как кажется, подходят им. И хорошо, главное сказать, что после этого, если они зайдут на сайт платформы «Билет в будущее», то они могут более детально изучить ту профессию, которую они получили у нас в комплексе. То есть, по сути, школьники приходят в музей и в интерактивной форме, практически в игровой форме могут пройти профориентацию. Да, так и есть. На самом деле, еще важно отметить, что наши экскурсоводы помогают, всячески поддерживают на этом пути, потому что вопросов возникает много. И профессии, может быть, вот если вообще каждый, в принципе, может познакомиться с этой выставкой, профессии, они интересные. То есть, не такие, как мы привыкли, а некоторые уже с IT-направлением, например, и звучат они уже как, ну, если вы изучали атлас новых профессий, все профессии плюс-минус вы найдете у нас в комплексе. Вот вы сказали 9 сфер всего, да? Это медицина, здоровая среда. Это вот позвольте, это сферы или среды, или тематические направления проекта по-разному. Да, несколько очень интересных. Здоровая среда, медицина, телемедицина, биология, экология, фармацея, биотехнологии. Вот компетенции по этим направленностям, они, как бы, проходят, ребята, в этой среде. Комфортная среда, строительство, архитектура, благоустройство, транспорт, инфраструктура, энергетика, безопасная среда, кибербезопасность, компетенции Министерства по чрезвычайным ситуациям, полиция, пожарные, охрана, вооруженные силы. Следующая среда, это умная среда, это фундаментальная наука, это сфера образования, телеком, искусственный интеллект. Креативная среда, ну, понятно, изобразительное искусство, музыка, доживопись, дизайн, мода, медиа, индустрия развлечений. Социальная среда, развиваются там компетенции по направленностям сервиса туризм, сервисы торговля, индустрия гостеприимства, волонтерство, социальная сфера. Деловая среда, финансы, экономика, банки, юриспруденция, менеджмент, предпринимательство, государственная служба. Индустриальная среда, тяжелая и легкая промышленность, машиностроение, авиастроение, автомобилестроение, судостроение, добыча и переработка полезных ископаемых, что я еще не назвала. Аграрная среда, да, которую мы решили, что она для нас самая актуальная, для нашего края. Это селекция и генетика, это растениеводство, садоводство, животноводство и пищевая промышленность. Вот по всем этим девяти средам ребята могут себя протестировать, понять, его это профессия или не его, пощупать, так сказать, да. А что самое важное, что в этом году мы проводим, вернее, не мы, в билете в будущее, да, организаторы, они проводят входную и выходную диагностику. Это позволяет сравнить результаты и, получается, мы более-таки валидные, достоверные результаты по итогам окончания года и проекта получаем. И самое главное, что каждый ребенок имеет возможность получить рекомендации по индивидуальной траектории развития в какой-то определенной профессии. Ну, а потом уже они сами выбирают вуз после 11 класса. Да, вуз или профтех, да, выбирают. Здесь важно еще отметить, что перед будущее предполагает под собой именно попробовать это все. То есть мы не только выбираем и пробуем, у нас есть профессиональные пробы, практика, да. Часть наших вузов Ставропольского края задействованы как площадка для проведения этих проб. Также средние учебные заведения, среднеспециальные учебные заведения также взаимодействуют со школьниками. То есть они могут прийти и на себе попробовать профессию, скажем, ювелира, как это было в прошлом году. Это замечательная, мне кажется, инициатива. Просто потрясающая. Вот было так у меня, когда я осилилась, куда пойти учиться и кем стать. Мою, кстати, судьбу решила монетка. Монетка решила. А я знаете, что хочу добавить? У нас есть Центр для одаренных детей поиск в крае. Все знают, он сейчас является представителем официальным Сириуса нашего большого федерального. На его базе будет создаваться Центр Сириус Краевой. Так вот, там уже много лет действует диагностика профессиональная, так называемая матрица карьеры. Когда приводит ребенка мама, и его сразу диагностируют, например, того, в какие направления ему лучше идти. С машинами работать или с людьми, ну и так далее, в таком духе. Поэтому мы как бы в крае это проверим уже давно. Вы не попали к нам в свое время. Не попали в свое время. Скажите, пожалуйста, как нашим юным телезрителям попасть? Юным телезрителям, наверное, основная информация это будет для родителей, как попасть в билет в будущее ребенку. Это все решается на уровне школы? Да, пожалуй. Схема выстроена такая, как бы, серьезная. Схема выстроена, начиная с работы педагогов-навигаторов. Мы заключили уже соглашение с фондом от края, да. И у нас в крае координатором этой работы определен Григорополийский техникум имени Атамана Платова, сельскохозяйственный. Он, собственно говоря, у истоков стоял. В 19-м году, когда проект запускался, этот техникум являлся как раз официальным представителем регионального. Мы в 19-м году, хочу сказать, вышли на первое место по стране по количеству участников. И на самом массовом этапе входном, и на итоговом этапе, да. Мне кажется, станицу Григорополийску можно похвалить за то, что они стали пилотом с исторической точки зрения, запустили первые ученические бригады еще в советское время, и вот теперь не запустили билет в будущее. Совершенно верно, совершенно верно. Как происходит обучение у детей, да? Дети участвуют в профориентационных уроках. Они участвуют в профориентационной диагностике, то есть получают результаты тестирования и видеоконсультации. Затем наступает тестирование, участие в мероприятиях по профессиональному выбору. Они заполняют анкеты. Ребята по результатам посещения мероприятий по профессиональному выбору. Затем им даются рекомендации по построению образовательной траектории на основе диагностики полученного опыта. И дальше ставятся образовательные и профессиональные цели. Но самое главное, что начинать нужно со школы. Вы совершенно правильно сказали. Ну, также можно, в принципе, зайти на платформу БВБ.Инфо, это билет в будущее, и зарегистрироваться как родителям, как педагогам, так и детям. И там тоже можно найти для себя и примерочную профессию. Да, это реально такая хорошая платформа. Вы выбираете все направления, которые вам интересны, и вам дается спектр профессий. Для родителей чем полезно? Там есть двойные тесты. Можно вместе с детьми проходить эту диагностику, помогать в самоопределении. И для педагогов, соответственно, там большая база. Кстати говоря, наш педагог из поселка Иноземцево вошел в топ-100 лучших профориентационных практик по итогу прошлого года. И, кстати, эти практики представлены на сайте. Педагоги, которые в этом году являются педагогами-навигаторами, они могут знакомиться с этими практиками и применять их уже непосредственно у себя в школах. Сегодня много хороших новостей. Ставропольский край выиграл там-то. Ставропольский край выиграл там-то. Здорово. Расскажите, пожалуйста, далее, как проходит обучение. Вот они, молодые люди, выбрали себе будущую профессию. Ну, по крайней мере, чем-то заинтересовались. Что дальше? Мы формируем онлайн-диагностику. После онлайн-диагностики мы предлагаем те профпробы, которые есть на базах учреждений наших образовательных. И человек, школьник, непосредственно, это уже, конечно, идет деление по классам, смотря какой возраст, возрастная группа, он проходит профпробу уже непосредственно своими руками, понимая, нравится ему это, не нравится. Действительно, мы вот все вроде бы знаем, да, профессии, кто такой повар, кто такой учитель. Вроде понятно, что он делает. А когда человека погружают, непосредственно дают возможность попробовать, это уже совсем по-другому. И, конечно, были случаи, когда школьники меняли. После второго этапа школьники меняли свой выбор. И, кстати говоря, здесь важно еще отметить, что проект, он цикличный в плане того, что, допустим, школьник шестого класса примерил на себя профессию повара, допустим, попробовал, понял, что не его. И на следующий год он может заново зарегистрироваться в проекте и выбрать для себя другое направление. И вот так до самого 11 класса, грубо говоря, он будет пользоваться этой платформой, выбирая новый и новый путь. Тем самым, в конечном итоге, надеюсь, придет к итогу по профессии. К правильному выбору. Да, к правильному выбору. И я добавлю, вот в этом году, как мы уже начали работу по проекту. 1 апреля мы начали, это была не шутка, в 22-м году, да? Заключили соглашение, определили регионального оператора. 26 апреля на базе исторического парка в Ставрополе и в Пятигорске открылась вот эта мультиведийная выставка «Практикум лаборатория будущего», о которой Виктория очень подробно рассказала. И посетили эту выставку в апреле-майе больше 1300 школьников 6-11 классов. Они познакомились с уникальными экспонатами, провели этот интерактивный квест и видеоролики-интервью. Представители самых востребованных таких трендовых профессий тоже были им предоставлены. На осень мы уже запланировали посещение другой немножечко выставки, да, Виктория? Да, там еще две изменения. Почти 2000 ребят, по-моему, должны будут посетить. Да, больше 2000 посетителей мы ждем у себя в комплексе и в Ставрополе, и в Пятигорске. В Пятигорске. И онлайн, и оффлайн. Правильно? Да. В мае-июне 2022 года 114 педагогов-навигаторов из школ Края уже зарегистрировались на платформе «Билет Будущего». Они и будут сопровождать реализацию проектов Края по школам, эти 114 человек. В том числе туда вошли 10 представителей специальных коррекционных школ, где обучаются дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья. Это очень важный момент. В июле-августе сформирован реестр площадок, которые предоставляются ребятам, чтобы пощупать профессию, для проведения 180 профессиональных проб. Мы включили туда 22 образовательные организации. В настоящее время продолжается регистрация учеников на платформе. Наша задача до конца года чуть более 12 тысяч детей охватить этими профориентационными мероприятиями проекта. Кстати, говоря об успехах, мы говорим об успехах, в том числе нашего края. Два школьника из Турновского муниципального округа стали победителями, ну скажем так, лицом проекта в Ставропольском крае. Это не просто акция проводится, они не победители, а, скажем так, бренд определенный. И их фотографии с успехами об участии в проекте размещены на билбордах в Москве. Да, я надеюсь, что миллионы-миллионы посетителей увидят наших ставропольских школьников и поймут, каков успех, и как мы правильно, надеюсь, помогли им определиться с выбором. Потому что онлайн-диагностика – это один из мощных инструментов проекта. Если говорить о будущем ближайшем, там уже все решено, мы хотим к концу этого года сколько еще раз детей? Больше 12 тысяч. Больше 12 тысяч детей посвятить в билет «Будущее», подарить им билет «Будущее». А долгоиграющие планы есть какие-нибудь? Да, пока будет реализовываться, судя по всему, проект «Успех каждого ребенка», а его действие уже продлевается до 30-го года, пока вот только нам сообщили об этом в устной форме, но уже разрабатываются новые планы по его реализации. Я думаю, этот проект будет продолжаться. Будет жить и будет развивать молодых профессионалов Ставропольского края. Да. Не могу не спросить, насколько важно, насколько нужно существование этого проекта в современном мире? Тем более в таком стремительно меняющемся, когда новые профессии внедряются в жизнь в огромных количествах. Насколько важно, насколько нужно? Ну, вы знаете, мне кажется, что именно этот проект, учитывая свободу доступа для наших детей абсолютно в любое информационное пространство, к любой информации сегодня, да, он позволяет как-то их немножечко, может быть, упорядочить их знания, их интересы. И самое главное, что это не просто пустой интерес, это возможность проанализировать себя, как я говорила уже, на входе, на выходе, и понимать, что мне для этого нужно с точки зрения профессионалов, которые мне дадут какие-то рекомендации по дальнейшему развитию. Вот в этом суть, смысл этого проекта. Если информацию получать о профессиях, ребята могут где угодно сегодня, это не проблема. Здесь вот такой вот тонкий педагогический подход, скажем так. Мне кажется, знаете, еще важно отметить, что проект вообще реализован в таких технологичных историях, потому что это близко школьникам, и это тоже важно. Вот, допустим, с 28 сентября в Москве пройдет презентация фильма, точнее сериала, тоже «Билет в будущее», и там рассказывается о реальных историях людей, которые, как они выбирали профессию, как они постигали этот путь, об их опыте. А сериалы, как мы знаем, школьники любят, ну не только школьники, а все. И в нашем регионе сериал к нам придет уже в начале октября. Мы проведем презентацию в наших исторических парках и в Пятигорске, в Ставрополе, покажем серии для школьников. Это тоже как бы своего рода опыт, чтобы мы помогли и в таком формате развиваться и находить профессию. Ну и другое, что все выставки, наша выставка в том числе, она технологичная, это очень близко школьникам, как будто бы ты листаешь ленту в смартфоне. Примерно такая же история идет и с платформой «Билет в будущее». То есть мы максимально близко, и проект близок к информационной среде, в которой находятся наши школьники. И из новелл этого года буквально вот-вот откроется доступ для педагогов к цифровому инструменту в области профориентации. Он называется «Конструктор будущего». И с его помощью педагог сможет сам создавать профориентационные уроки. Это такая своеобразная цифровая мультимедийная библиотека, в которой много методического материала. Она создана специально для педагогов-навигаторов вот этого проекта «Билет в будущее». Что они смогут делать? Используя готовые шаблоны, создавать уроки, дополнять их, творить, организовать самим у себя на базе образовательной организации виртуальную выставку, аналог выставки, которая позиционируется в музеях наших, лаборатория «Будущее», и проводить виртуальные пробы прямо вот у себя в школе на платформе, решать профессиональные какие-то задачи на уроках с ребятами. Ну, там много-много возможностей. Это, конечно, облегчает жизнь педагогам-навигаторам. А можно уже сделать какую-нибудь статистику вот по опыту работы с проектом? Какие профессии молодые люди выбирают для себя сейчас наиболее активно? Что сейчас им интересно? Ну, знаете, вот, допустим, что касается нашей выставки в музее «Россия. Моя история», то чаще всего по опыту, по статистике, скажем, какой город профессий. Мы получаем не просто одно направление, а мы целый город получаем профессий. И самое популярное – это IT-среда. В любом случае, скажем так, одна из самых ключевых, что получают наши школьники. Дальше идёт креативная среда. Да, это вот что касается искусства, культуры, живописи. Кстати, недалеко ушла «Здоровая среда» – это третье место популярности. А дальше уже… Ну, подождите, аграрной среды ещё не было. В этом году придёт. Я надеюсь, что будет тоже передовым направлением по выбору. А так, конечно, вот эти три направления, они… Ну, а что касается выставки нашей. И, конечно же, очень важно отметить, что вот когда-то… С какого года? С 2019 года, да, у нас проект уже реализуется. Совсем скоро молодые люди, которые когда-то выбрали себе будущую профессию, именно в рамках билетов будущего, выпустятся из университетов и пойдут по стезе. И я уверена, будут говорить огромное спасибо вам за то, что помогали реализовывать их какие-то таланты. Спасибо вам. Надеемся на это. Очень, да, спасибо. Спасибо вам огромное. Действительно важное дело вы делаете. И я думаю, что привлекать молодёжь к своей будущей профессии, это, конечно же, важно. Но, тем не менее, ещё очень важно социализировать их, как минимум. Они приходят в музей, они общаются друг с другом и, возможно, обретают новых друзей, помимо своих талантов распознают. Спасибо вам огромное, что вы к нам сегодня пришли. За такую живую беседу тоже благодарим вас. Ну и, уважаемые телезрители, я напоминаю, что с вами была программа «Актуальное интервью». Все выпуски передачи вы сможете посмотреть на нашем сайте stv24.tv. Ну а мы прощаемся с нашими гостями. До свидания. До свидания. До встречи. И до встречи на своём ТВ. Субтитры подогнал «Симон»!